Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я буду обрабатывать свою картошку, часть картошки, которую я буду садить. Одну часть табу, другую часть престижем. И хочу показать тем, кто ни разу это не делал, как это делается. Технология обработки всегда одинаковая. Расстилаем полиэтилен, брезент, укладываем в один слой картофель и начинаем опрыскивание. После того, как картошка подсохнет, ее можно уже высаживать. Важно следить, обязательно нужно следить за равномерностью покрытия. Перед тем, как опрыскивать, средство обязательно встряхнуть. Вот я сейчас покрою один раз. Она чуть-чуть у меня просохнет, потом ее осторожно переверну. Для того, чтобы было видно степень покрытия картофеля, препарат специально окрашен в такой яркий цвет. Вот престиж красный, а табу такой вишневый, малиновый. Нужно, чтобы лучше всего покрытие покрывало всю картофелину, но допускается три четверти. Если обработано, то уже будет хорошо. Вот кто-то спрашивал, лучше на свету или в темноте проращивать. Вот вам яркий пример. Вот эта была у меня в темноте, проросла, а вот эта прорастала на свету. Смотрите, какие у этой коротенькие, такие толстенькие росточки, а у этой длинные. Вот при посадке такие ростки могут обломаться. И в темноте проращивать не нужно, конечно. Лучший способ это проращивать на свету. И видите, как отличается заранее вот эта прогретая и пророщенная картошка на свету. И вот та, которую достали сегодня. Так как у нас мало было, мы достали еще. Видите, она почти без ростков. Но ничего, земля будет теплой, она вырастет. Главное, что ту, вот здесь ее сейчас нет, ту, которую для раннего урожая, которую я не обрабатываю, она уже хорошо подрощена, с корнями совсем. Но идеальный вариант это вот такой. Маленькие коротенькие росточки и зачатки корней. Это значит, она проснувшаяся, будет легко ее посадить. Вот обработка. Вот сейчас подсохнет. Я обрызгаю еще раз. И главное, что нужно в течение двух часов посадить. Обрабатывать лучше всего сразу же там, где вы садите. Ну или хотя бы недалеко от того места, где вы садите. Потому что чем свежее препарат, тем он активнее. Все. Принцип работы. Также вот я сейчас это пропрыскаю, потом опрыскаю другую часть средствам табу. Но хочу еще раз заметить, что табу у нас защищает только от колорадского жука, а престиж от жука и от различных заболеваний. Поэтому он немного дороже. Но не немного, а намного дороже. Экономичнее, конечно, табу. Как его разводить, я уже сняла видеоролик, можете посмотреть. Вот сейчас именно обработка самая простейшая. Обрызгиваем, просушиваем, переворачиваем, еще раз обрызгиваем. Все, до свидания.